Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире телеканала Медиа-Информ, программа «Мы с Михаилом Кацином». Я с удовольствием представляю сегодняшнего моего гостя, директора, главного редактора телеканала Медиа-Информ, известного одесского журналиста Игоря Николаевича Покровского. Игорь Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Мы будем сегодня с вами говорить о 2 мая. Мы, предвосхищая эту трагическую дату, говорили ретроспективно, что это означало для нашего города. Теперь мы можем уже четко говорить о том, как прошло 2 мая в Одессе. И, безусловно, будем говорить об актуальных событиях. Это и свертывание постепенной карантина, и никак не рожденная новая должность господина Саакашвили. В общем, тем предостаточно. Игорь Николаевич, ваше восприятие 2 мая в Одессе, вот как все прошло, как вы считаете, проявили ли себя все стороны толерантно? Ну, вы знаете, у меня, можно я себе позволю, не быть там политологом, я не политолог. Я небольшой специалист в аналитике, может даже глубокой аналитике. Тем более глубокой аналитике. Но ситуация с 2 мая, мне кажется, она достаточно искусственна. И критически все здравомыслящие люди это прекрасно понимают. Потому что прошло 6 лет, это не праздник, но это не глубокая скорбь, о которой сегодня. Это искусственная, нагнетаемая перед 2 маем ситуация со стороны сил, которым это выгодно. И понятно, что сегодня это выгодно тем, кто в свое время это затеял. А это затеяли явно совершенно пророссийские силы, все это знают. Более того, когда спрашивают, а когда мы вот выясним правду и так далее, и тому подобное, когда появятся свидетельские показания. Ну, во-первых, свидетельских показаний сегодня очень много. Но, к сожалению, не так много свидетельских показаний со стороны тех, кто затеял в то время 2 мая эту всю историю. И только сегодня начинают проявляться в Российской Федерации, как это не то, что не странно, это совершенно естественно, появляются личности, которые в средствах массовой информации, видно, настало время рассказать, похвастаться, что ли, своими героическими подвигами, в кавычках, в Одессе 2 мая, 6 лет тому назад, начинают рассказывать о том, что они здесь делали и кем они здесь являлись. И как все было на самом деле. И как все было, судя по всему, на самом деле. Может быть, они преувеличивают свои героические подвиги, но уж во всяком случае, какие-то зерна истины в этом есть. И, может быть, благодаря вот этому желанию героизации собственной судьбы, собственной личности, мы в ближайшее время, может быть, все-таки узнаем много нового из того, что происходило за кулисами этих событий. Игорь Николаевич, вот, не знаю, как вам, но мне достаточно было прискорбно наблюдать, как политики уже который год подряд, мало того, что политизируют 2 мая, так еще и устраивают некий перформанс вокруг памяти погибших, идут с цветами, причем делают это на камеру, делают это нарочито, то есть примерно как... То есть это событие рутинизируется примерно как 9 мая, как другие какие-то скорбные даты в истории нашей страны. Такое впечатление, что вот все человеческое из этих трагических событий выносится за скобки, остается вот именно вот эта вот политическая составляющая. Ну, прямо скажем, в связи с тем, что у нас политики достаточно примитивные, они выражают свои политические взгляды даже на могилах, даже при возложении цветов, даже в скорбные минуты. Ну, давайте так, давайте, чтобы я был более-менее убедителен, я могу сказать, вот нормальный человек, политик он, не политик, у него существует необходимость, потребность, желание пойти и возложить цветы к могилу людей, к могиле, к месту, где погибли люди, и он идет и возлагает цветы. Нормально. У меня вопрос к нашим депутатам Верховного Совета от «Слуги народа», которые пришли туда, как их фамилии Дмитрук Второго, Леонов. А также к депутатам, которые, вот, ПЗЖ, Бойко, по-моему, да, говорит, если вы действительно скорбители о смерти одесситов, то почему вы не пошли на Дерибасовскую, угол Преображенской, где погибли, были застрелены, тоже одесситы, и где существует их мемориальная доска, которая и не возложили там цветы тоже. Я понимаю тогда, что вы скорбите о человеческих жизнях своих сограждан, которые погибли в этот день. Но если вы из двух погибших, ну, противоборствующих, может быть, сил, но живущих в одном городе, выбираете одну, а вторую, как бы, не замечаете, то вы тогда выражаете свои политические взгляды. Тогда вы идиоты. Ну, Игорь Николаевич, тут все очень просто. А вторым, символом 2 мая стал как раз Дом профсоюзов. А про события на Дерибасской забыли. Хотя там погибли люди, вы совершенно правы. Ну, почему забыли? Вот выгодно идти в Куликово поле. На Преображенской угол Дерибасовской 2 мая были возложены и цветы, Да, но народных депутатов там не было. Народных депутатов туда не пошли. Вот это говорит о том, что существует выборочная скорбь. Когда существует выборочная скорбь по отношению к жителям своего города, то, ребята, вы дураки. Игорь Николаевич, будем идти дальше с вами. У вас есть мечта? Да. Она невосуществима. Я не буду о ней говорить. Ну, вот есть мечта и у Михаила Саакашвили. И мне кажется, что я знаю какая-то мечта. Нести либерализм, демократию и рыночную экономику во все страны постсоветского пространства и с голой шашкой идти на позиции господина Путина. И Михаил Саакашвили некий такой обращик реформ. Да, вот реформатор постсоветского пространства, собственно, как он себя позиционирует. Но почему-то ему в Украине не везет. Мы помним события вокруг Петра Порошенко и его губернаторства в Одессе. Сейчас непонятная история с Владимиром Зеленским. Я уже не знаю, президент подыскал господину Саакашвили должность или только планирует. Поскольку уже если Саакашвили что-то предложил, уже очень сложно от этого предложения отказаться. У меня простой вопрос. Зачем Владимиру Зеленскому Михаилу Саакашвили? Ну, Владимиру Зеленскому Михаилу Саакашвили по большому счету сегодня нужен только для того, чтобы та часть и достаточно большая часть людей, граждан Украины, которые снимают шляпу перед Михаилом Николаевичем как президентом страны, которая провела достаточно успешные реформы. Ну, успешные реформы тоже понятие относительное. Потому что успешные реформы это реформы, которые остаются в стране. Судя по всему, сегодня в Грузии не такое успешное положение, как было. Потому что успех этот тогда объяснялся действительно очень серьезным рывком в сторону борьбы с коррупцией, экономики и так далее, и тому подобное. пенсионного обеспечения, то есть всего. Да, это были американские деньги, и это было достаточно серьезно, республика маленькая, небольшая, и это был удачный опыт проведения реформы. На вершине этого опыта был, конечно, Михаил Николозович Саакашвили, который на всю жизнь остался удачным президентом своей страны. И не только своей страны, но и всех постсоветских республик, которые затем превратились в страны, заявив о себе как реформатор. Ну, Игорь Николаевич, ради объективности Армения в тот же самый промежуток времени развивалась динамичнее с точки зрения роста ВВП, чем Грузия. И сейчас реформа Никола Пашиняна, который стал премьер-министром два года назад, они по своей решимости решительности и продуктивности ничуть не хуже реформ Саакашвили. Просто Саакашвили превратился в некую такую медийную звезду, которая преподносят, раскручивают и действительно хорошо продают на Западе. Да, ну, во-первых, во-вторых, простите, надо добавить то, что Саакашвили одиозный, достаточно яркий человек, действительно яркий человек. Одни его гонки по крышам в Украине, будучи губернатором Одесской области, должен сказать, что здесь довольно странная ситуация складывалась даже в то время. Михаил Николозович в Одесской области имел очень небольшой рейтинг. Он гораздо больший рейтинг тогда, я вспоминаю, получил в Черниговской, например, области. Потому что в Черниговской области он не был губернатором. Он был некой личностью, неким мифом, на который, ну, будем так говорить, не просто молились, а зачастую просто очень симпатизировали, надеялись. И повелись во время до выборов в Чернигове. Да, да. И в Чернигове он имел более высокий рейтинг. В Одессе нет, потому что в Одессе он был больше политиком, чем, естественно, хозяйственником. И то, что он сделал в Одессе, это было, ну, во всяком случае, если говорить о дороге, там, Одесса-Рени, да, то эта дорога была действительно инициирована по большому счету им, он действительно много внимания не уделил, но его окружение тут тоже занималось тем, что все знали. Это организации фонда, который был, ну, и так далее, и тому подобное. Игорь Николаевич. И, простите, и когда-то он собрал такой бизнес-форум в Бристоле, бизнес-форум, на котором он встретился с одесским бизнесом. Я имел счастье, в кобычках, быть приглашенным на это действие. А почему? Фуршет был плохой? Нет, я на фуршет не остался вообще. Я ушел раньше. Может быть, и был. фуршет. А вам надо было меня набрать, я пришел бы. Может быть. Но при этом, при всем, да, если бы я знал ваш номер телефона, может быть, я бы вам и позвонил. Но видите, мы не в то время встретились. Но этот фуршет, этот форум был посвящен борьбе с коррупцией в Одесской области. Значит, первые три ряда заняли как раз те люди, их было человек, там всего было человек, 250, может быть, 200. из них, значит, вот те люди, которых где-то 100, может быть, 100 с чем-то человек, которых смело можно было, простите, забирать оттуда сразу, не разговаривая, не рассказывая им о том, какие будут формы борьбы с коррупцией, и таким образом сразу победить коррупцию в Одессе сразу на несколько лет. Игорь Николаевич, новый радикал. Может быть, да. Поэтому это было очень смешно, основным коррупционером на экране, который был господин Яценюк, которого почему-то Николай, этот, Михаил Николаевич ненавидел лютой ненавистью. Долго шел разговор о коррупции, но все шло к тому, что на экране появится Яценюк. Это было явно совершенно такое некое шоу. И действительно он появился, зал бурно отреагировал на это вместе с помощниками Михаила Николаевича, ну и так далее, и тому подобное. Вот это действие было более чем, ну будем так говорить, я знаю, это да, это был такой фуршет без выпивки и закуски, идеологический фуршет, не имеющий никакого отношения к теме, которая была поднята на это. Игорь Николаевич, но вот вы сами упомянули господина Яценюка, но если тогда было понятно, зачем Порошенко назначал Сякашвили, но прежде всего это была некая индульгенция с последующей борьбой Сякашвили что мы понимаем и чем все заканчивается. Сегодня ни один политик пришедший к власти или получивший власть в Украине за эти годы не ушел скромно. Не ушел один может быть, может быть два. Но это в украинские традиции уходить громко. Это повелось со времен Ющенко. Это же не громко. Я не о громкости говорю. Они ушли богатыми людьми. Богатыми. Они не пришли нищими. Но они ушли очень богатыми состоятельными людьми. Обеспечившими себя на многие годы вперед. То есть когда они говорят о том, что мы боролись, нам не удалось, мы не получили, нам не дали. Все это по большому счету чепуха. Когда существуют такие условия, люди сами уходят, имеющие честь, достоинство и во всяком случае понимающие, что они должны сохранить имя. Игорь Николаевич, у меня вопрос к вам как руководителя. Вот вы как руководитель, когда принимаете решение, вы, наверное, четко понимаете, что вы можете это решение исполнить, особенно если это касается кадрового решения. Если же вы это решение не исполняете, вы ставите свой суверенитет под сомнение. Тот же пример экстраполируем на общий государственный уровень. если возникает слух серьезный, которым не опроверг офис президента о том, что Саакашвили будет назначен вице-премьером и его не назначают, мотивируя это тем, что депутаты от фракции президента, которые пришли в Раду, только благодаря имени президента не хотят голосовать за Саакашвили, какую это реакцию может дать для как бы общего восприятия президента? Ну, во-первых, прямо скажем, что ни президент, ни его аппарат, ни его администрация ничего, по-моему, не говорили по поводу назначения господина Саакашвили. Нет, говорила господин Ермак, он как бы поддержал саму идею, сказав, что он знает Саакашвили, это серьезный политик, реформатор господин Арахами, лидер фракции. Господин Арахами много говорит иногда. Он же лидер фракции Слуга народа, а лидер фракции Вида Арахами. Но президент не говорил, хотя подтвердил, что встречался, по-моему, с... Я думаю, что... То есть, зачем эти игры, Игорь Некатич, я не понимаю, а цель этой игры? Это не, я не думаю, вы понимаете, мы все время обольщаемся по поводу талантов, ума и, может быть, очень далеко идущих взглядов наших руководителей. Я думаю, что это не так. Я думаю, что вот они на эмоциональном уровне что-то пытаются сделать, а потом начинают думать, для чего это они делают. И выясняется, что это не просто никому не нужно, но это в первую очередь им не нужно. И вот начинается тогда вот этот задний ход, который превращается или в полную тишину, или в желание как-то компенсировать то, что обещали, или о том, о чем говорили. А вы знаете, кто поддержал Михаила Саакашвили, возможно, назначение Михаила Саакашвили? Великий украинский реформатор Алексей Гончарук. Он поддержал Михаила Саакашвили в своем интервью для Радио Свободы. И это очень отрадно, учитывая 40% рост ВВП, которого достиг Гончарук за полгода. Я думаю, что... То есть он теперь как моральный авторитет может давать света. Вот это тоже одна, будем так говорить, часть, печальная часть нашего политикума. Они уходят обижены и начинают работать в прямом смысле, работать в, ну, будем так говорить, в ущерб тому делу, которому не до этого служили. Они делают все для того, чтобы дискредитировать тех людей, с которыми они работали, то власть, с которой они работали. Я хочу вот сказать сегодня даже, что оскорбление в адрес Володи Зеленского, Владимира Александровича Зеленского, это безобразие. Потому что в биологии, в каких-то спорах, все это замечательно. Но когда звучат оскорбления, в адрес избранного президента, именно президента, мы говорим об институте президента, через год после его избрания, когда звучат оскорбления, что вообще недопустимо, безобразно, в адрес его супруги, такие, ну, просто пошлять это, я имею ввиду, по своему смыслу, как она одета, в чем она пришла, в чем она ушла, так далее, и тому подобное. слава богу, не трогают его детей, по-моему, слава богу. Пытались тронуть родителей, интеллигентных людей из Кривого Рода. Двух пожилых людей, которые пытались, но, судя по всему, ничего не нашли. Игорь Николаевич, но ведь это началось не при Владимире или Зеленскому, это началось задолго до него, еще при Ющенко, когда у людей развязался язык, они начали позволять себе критиковать, причем не просто по существу критиковать, а фактически оскорблять президентов, что в принципе недопустимо в западной культуре. Давайте вспомним, как оскорбляли Петра Порошенко еще там год назад, полтора года назад. Ну, может быть, разные отношения к Петру Порошенко, к Владимиру Зеленскому, к Виктору Викторовичу, но это президенты страны, и мы слышим эти оскорбления, особенно в Фейсбуке, вот эти вот фейсбучные герои, которые не подбирают слов, просто оскорбляют действующие президенты и ноль реакции. Ну, должен сказать, что у меня создается впечатление, связанное с теми, что в Фейсбуке или где-то еще звучат оскорбления, это явно совершенно, я не говорю о том, что проплаченные, я не буду предполагать, я просто говорю о другом, о том, что это заточенные на одну идею люди, вот на одну идею, это дискредитировать самого, саму личность Зеленского, его называют клоун. Но, дорогие мои, дорогие мои, фейсбучные ребята, клоун, это очень профессиональный человек, это замечательный актер. Если бы вы ходили в цирк когда-то, в далекие времена, когда в цирке клоун был главным действующим лицом и видели там карандаша или Никулина, то вы бы убедились в том, насколько это замечательное, тонкое, очень, да, веселое, но в то же время очень, ну, мастерское искусство. И клоун, которым вы называете Зеленского, да, возможно, он актер, может быть, в чем-то и клоун. Но еще больше, непрофессиональные клоуны наши политики, они хотят понравиться на арене, они хотят понравиться зрителю. Зачастую делать, в большинстве случаев это, неуклюже, неумело и даже не вызывая смех, а глубокую печаль и возмущение. Клоун никогда не вызывал возмущения, он всегда вызывал смех, радость и, ну, действительно, дети, которые сидели рядом с родителями, ждали его появления, как манны небесной. Игорь Николаевич, приход Владимира Александровича Зеленского тоже ждали, как манны небесной. И мы с вами обсуждали, какие были ожидания год назад. Но люди видят, что из всего того, что было обещано, практически ничего не произошло. Да, я убежден, что Владимир Зеленский искренний патриот, и он хочет лучшего для страны. и он просто лучше воспринимается, более искренним, чем, например, предыдущие президенты. Но ничего же не происходит. Ну, будем так говорить, что действительно за этот год такого значительного, вот сейчас говорят о том, что обмен пленами, это одно из самых больших... Знаете, не хочется вспоминать, извините, что я сперебил, но при Порошенко там без виз, какие-то другие истории. Да, то есть были какие-то вот важные такие ситуативные победы. Мы говорим о Порошенко в течение пяти лет. Да, в течение пяти лет. О Зеленском мы говорим в течение одного года. Действительно, сегодня, ну, как я бы сказал так, что вот пандемия это повод для того, чтобы президент заявил о том, что он действительно рядом с людьми. Я не говорю там мелкий, средний, рядом с людьми. Люди получают. То есть, сегодня должен был мелкий и средний бизнес уже понимать, что он в ближайшее время получит небольшую, но необходимую ему компенсацию там по зарплатам людям, которые работают. Это все довольно просто делается, потому что налоговые службы прекрасно знают, кто работает, кто не работает. Кто платил налоги на зарплату, кто не платил налоги на зарплату. У кого нет наемных рабочих, а у кого они есть. Кто работал, кто не работал. Кто продавал кофе из окошечка, а кто содержал маленький ресторанчик на восемь столиков или на шесть столиков. и таким образом обязательно получить тот необходимый, ту необходимую отдачу от общества, когда общество понимает, что есть человек, ну, которого не избрали. Между эти ожидания всегда были и так и останутся напрасными. Но через год и особенно в этот период это было бы правильно. И еще много шагов, которые дали бы возможность заявить о себе как о президенте, как о главе государства, ну, не будем говорить о ценнородах, но уж слишком могут, но в принципе человеке, который очень волнует. И мы во многом, вот это очень точно, избирали Робин Гуда. Мы избирали Робин Гуда. Защитника слабых. На сегодняшний день он действительно он не замечен в коррупционных каких-то деяниях. В отличие от наших президентов прошлых, надо дать им должное, что каждый что-то уже к этому времени успевал сделать для себя родного. Но при этом, при всем, вот наступило время действий каких-то. Игорь Николаевич, мы очень часто обсуждаем нашу политическую элиту, высказываем свое недовольство даже и членами команды президента и в широком смысле украинскими политиками. Просто каждый раз мы получим одно и то же, но в другой, более современной и продаваемой упаковке. но вот чего на зеркало пенять, коль рожа крива, простите, когда у нас, будем откровенны, многие бизнесы, они работают в темно, не платятся налоги, работники официально не оформлены, всячески пытаются минимизировать налоги, в том числе через создание бесчисленного количества фобов, и тем самым обманывают государства. Чего же ожидать тогда от государства вот в условиях кризиса? Не надо оправдывать государство. Это не правда у государства. Просто я считаю, что мы должны предъявлять требования к себе тоже. Ни в коей мере. Если существует такая ситуация, в этом виновна в первую очередь государство. Значит, налогообложение неразумное. Значит, оно... Самые низкие налоги. Нет. У нас зарплату налоги примерно составляют половину суммы, которую вы платите на зарплату. То есть, если вы платите примерно, ну давайте возьмем какую-то цифру, 100 тысяч гривен на зарплату своим работникам, вы должны 45, примерно, 46 тысяч заплатить налогов с этой суммой. В Швеции то же самое? Нет. В Норвегии? Стоп. Давайте не будем говорить о Швеции и Норвегии. Давайте не будем говорить о Соединенных Штатах Америки, которые сегодня выплачивают малому и среднему бизнесу, доплачивают за карантин, в период карантина. Давайте не будем говорить о Германии, которая заплатила работникам искусства чуть ли там не по 5 тысяч евро для того, чтобы они могли выжить в этот период. Художникам, музыкантам, так далее, не будем об этом говорить. Для чего нам говорить о том, чего мы не можем сделать и не можем достичь в ближайшие я не знаю сколько лет. Но то, что нужно оптимизировать, посчитать и понимать, как вывести не силовыми методами, понимаете, сегодня чиновник, идущий во власть, думает следующим образом. Я иду во власть, это всегда временно. Я занимаю вот такую-то должность. За это время я должен, нет, не даже воровать, не своровать, а много денег. Я должен организовать свой бизнес, стать соучредителем нескольких фирм. Или счастливиться у жену. Да. Для того, чтобы потом я мог, когда меня снимут, уберут, я останусь без ничего, без возможностей обеспечить себя и свою семью. Вот это то, что сегодня сплошь и рядом. То есть, члены наблюдательных советов, так далее, вы знаете, бывший депутат, члены наблюдательных советов. Железные дороги, например, или чего-то еще. Или Укрбонпрома. Ну, Укрбонпрома. Значит, вот эта система вхождения во власть с целью обеспечить себя, вот это порочная система. Она не должна быть, она не должна существовать. Поэтому ситуация, которая сегодня складывается, она, в общем-то, как ни странно, почти падает. Простите. Нужно по моему глубокому убеждению, нужно менять все. Это не реформы. Это здравое, очень резкое, просчитанное и очень решительное действие, которое должно касаться всех сторон жизни. От налогообложения до здравоохранения. Игорь Николаевич, но об этом постоянно говорят, при этом это никто не делает. Просто потому, что нет людей, которые взяли на себя политическую ответственность провести такие реформы. Они заняты другим, они заняты собой. эти люди? Вы можете назвать хоть одного человека в масштабах государства, у кого бы видели потенциал сделать такие реформы, провести такие реформы? Я должен вам сказать, что таких людей немного. Более того, предстоящих выборов опять пойдут люди, которые в первую очередь будут думать о своем бизнесе. И все разговоры о том, что бизнесмен очень богатый, который приходит в политику, он уже как бы нажрался и больше он ничего не хочет есть, ничего подобного. Он еще больше хочет есть, он еще больше нажирается. Его остановить невозможно. У него это уже в крови везде. Их таких людей мало. Их нужно найти и это может быть кто-то из сегодняшних слуг, может кто-то из тех, кто сегодня вообще не проявляет Ты еще пока не слуга. Да, не слуга и вообще не проявляет себя в политике. Но это люди, которые готовы пожертвовать. Пожертвовать своими годами, годами своей жизни ради государства, ради жизни людей. Игорь Николаевич, вы знаете, вы совершенно правильно говорите, я с вами согласен, но к сожалению, мне кажется, это больше лозунги, больше никакой пафос, который мы все желаем, но в реальности все по-другому. Вот в реальности все по-другому. И в этой стране нет ни одного человека, который бы не думал в начале о себе, а потом уже там в десятую очередь о государстве. И в этом-то вся проблема. Есть такие люди, есть такие люди, я знаю таких людей, но к сожалению, они или идеологически очень отягощены всякими идеологиями, я бы сказал, или эти люди не хотят, не хотят идти просто, не хотят по той простой причине, что они боятся не справиться, боятся себя дискредитировать, боятся и более того, они боятся, что их не дискредитировать. Игорь Николаевич, в завершении программы не могу вам задать вопрос. Вот одна из, скажем, успешно составляющая президентство Саакашвили в Грузии было установление достаточно авторитарной модели власти. Мы знаем нашу страну, мы знаем наши сограждан, мы знаем какой вольницы, привыкли наши сограждане, ну давайте возьмем даже карантин, ну практически никто не ходит в масках, хотя положено ходить в масках. Готовы ли наши сограждане перетерпеть авторитарную модель власти, ну чтобы были проведены реформы как в Грузии, Сингапуре, Малайзии и так далее? Мне кажется не готовы. Вы сами ответили на этот вопрос. Ну так вот. Не ответили, не готовы. Вы знаете, я не совсем могу согласиться. Мы все время, вы все время говорите, политологи, вот вы, вы все время нам навязываете одно, по-моему, странное мнение, что все, что связано с реформами, все, что связано с движением вперед, это большая беда. мы должны все время терпеть. Мы должны перейти какую-то, то есть страшный такой период времени, должны пожертвовать собой, ради того, что, пожертвовать собой должны те, кто придут к власти. Я имею в виду те, кто будут возглавлять это жертвенники. А вот мы нет, мы не должны жертвовать собой. Люди не должны жертвовать, реформы должны пройти Так, чтобы эта реформа буквально через несколько месяцев принесла ощутимые положительные плоды, а не медленное, нудное и зачастую совершенно бессмысленное ожидание результата, который ничем не заканчивается. Поэтому все эти разговоры о том, что готовы мы или не готовы, готовы, но не в том виде, в котором вы все время нам угрожаете. Игорь Николаевич, вы просто настоящий мечтатель и агнусный политолог. Вот в этом проблема. Уважаемые телезрители, с вами был директор, главный редактор телеканала Медиаинформа и мечтатель Игорь Николаевич Покровский и гнусный противный политолог, ведущий Михаил Кацин. Спасибо, что были с нами на Медиаинформе. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok